У меня за последние две недели были очень много встреч с послами Польши, Франции, Соединенных Штатов Америки, Латвии, Израиля. И мы, помимо нашего постоянного диалога с итальянским посольством, и у нас сейчас мы разрабатываем очень хорошую и красивую идею. Это должно быть, это будет одна такая, один центр в Украине, я уверен в этом. Это центр, и мы думали, название мы еще не придумали, но в принципе идея такая о создании евроатлантического культурного центра в Одессе. Ну в принципе, вот я хотел вам рассказать, что мы уже сегодня делаем совместно. Все дипломаты поддержали эту идею, и сегодня Мальяне, наш основной координатор наших взаимодействий, проводит работу с дипломатическими представителями для того, чтобы соединиться всем в реализации этого проекта. Хочу сказать, что идея создания евроатлантического центра относится не только к его уникальности в масштабах города, либо страны. Скорее всего, он будет единственной в Европе, и поэтому это действительно очень большой проект, очень серьезный проект, который разработал городской голова и который нужно воплотить в жизнь. Хочу вкратце сказать, поблагодарить ректора за то, что вы упомянули работу студентов по воркшопу. Конечно же, я поддерживаю эту инициативу, мы будем этим заниматься, к сожалению, пока что на расстоянии, но с чего-то надо начинать. И в процессе наших переговоров с послом Мальяне мы говорили о том, что нужно составить календарь наших встреч для того, чтобы наше сотрудничество было уже положено на какие-то временные рамки. В процессе наших переговоров с послом Мальяне мы говорили часто о том, что в Одессе нужно было бы создать международный интернациональный культурный центр, который будет, конечно же, важен для того, чтобы опять-таки дать толчок развитию новой Одессы, придать важность этому городу и развивать все новые проекты и инициативы. И, конечно же, мы будем рады сотрудничеству, мы будем рады вам помочь в развитии этой новой инициативы. Если коротко, то говорили о будущих проектах, потому что, безусловно, создание комфортного для жизни города – это главная задача любой городской власти. На сегодняшний день, скажем так, при планировании важно учитывать не какие-то, не цель ради цели, а в первую очередь качество жизни. Сегодня обсуждали те проекты, которые в ближайшее время планируется реализовать в Одессе. Безусловно, Одесса – это не какой-то остров, мы европейский город, и нам необходимо обмениваться опытом. И многие города, в том числе наш город побратимый Генуя, многие проекты у себя уже реализовал. Для того, чтобы не повторять каких-то ошибок, для того, чтобы все-таки проекты получались более качественными, мы как бы… был создан как раз с этой целью год назад офис урбанистики, совместный офис урбанистики со специалистами, итальянскими специалистами, архитекторами, учеными, специалистами, которые работают в сфере планирования ландшафтного дизайна и так далее. То есть, конечно же, те наработки, которые на сегодняшний день есть, они очень важны, и те идеи, которые мы можем получить от наших коллег за рубежом, безусловно, они сделают жизнь одесситов лучше и качественнее.